Друзья, я вас приветствую на канале о сложном просто. Меня зовут Сергей. Сегодня будем говорить про Domain Driven Design. Это второе видео по этой теме. В первой мы говорили про моделирование предметной области. В этой будем говорить обо всем по порядку. Я напоминаю, что лучше подписаться на канал, чтобы не пропустить уведомления. Переключаемся на следующий слайд и давайте вспомним, что у нас было в прошлый раз. Итак, в предыдущей части мы говорили про Domain Driven Design, то есть про моделирование предметной области, что это такое, для чего это нужно, с чем вы едят и в частности мы говорили про основу. Я еще раз хочу напомнить, что Эрик Эванс написал книжку в 2003 году, что существует ее более краткая версия и что в 2011 году она была переиздана. В общем, она на самом деле актуальна. Сегодня уже 23 год, настоятельно рекомендую прочитать. Ну а мы начнем с того, что вспомним, какие основные техники положены в основу Domain Driven Design. Первое, это единый язык, то есть общество варь терминов, это архитектура, разложенная на слои, то есть слоистая архитектура и как раз то самое моделирование предметной области при помощи объектов специального вида. Мы как раз в предыдущем видео говорили про моделирование предметной области, где упоминалось такое понятие как entity, vdidentity, то есть вот эти вот специальные сущности, одна из них это identity, в смысле entities, vdidentities, прошу прощения. И вторым объектом это value object и третье это services, то есть вот из этих штук теоретически, да, можно смоделировать предметную область. Но надо сказать, что на этом книжка не кончается и много чего еще там написано, на большая и местами совершенно даже непонятная, поэтому сегодня, сейчас на канале о сложном просто будем пытаться о сложном говорить просто. И вот что будет дальше. Ну, первое, у нас задача понять, как с упоминанными высшими объектами, то есть вот этими вот, как их строить, как с ними работать, нужно будет, собственно говоря, определиться, что нужно использовать с объектами, например, entities, сущностями, вернее, сервисами, value object, то есть как-то же с ними нужно работать, они же ниоткуда не возьмутся. Ну и нам нужно понять, как управлять, например, жизненным циклом таких самых объектов, то есть они ниоткуда не возьмутся и ниоткуда не исчезнут, нужно как-то, чтобы это все заработало в нашей системе. Ну и надо сказать, что для этого есть целая глава в этой книжке, называется «Цикл существования объектов в модели», но это, собственно говоря, русский перевод, и мы будем говорить вот что. Итак, первое, что нам нужно будет понять, что такое агрегаты, они также описаны в этой книжке, и мы начнем с того, что агрегаты – это абстракция для инкапсуляции ссылок в пределах модели, совокупности взаимных объектов, которые мы воспринимаем как единая целая с точки зрения изменения данных. Я понимаю, что ничего не понятно, собственно говоря, я книжку перечитывал несколько раз, и мы будем говорить на примерах, наверное, будет все понятно. Давайте еще раз. Абстракция для инкапсуляции, то есть агрегаты в пределах ссылок на модели. Это ключевые моменты, хотя, наверное, еще нужно сказать, что изменение данных, нужно понимать, что это именно с точки зрения изменения данных, это важно. Также мы будем говорить про «Факторис», собственно говоря, это инкапсуляция знания, которые необходимы для создания сложного объекта. Фабрики, они же «Факторис», представляют клиенту интерфейс, который соответствует этим потребностям. В данном случае к клиенту речь идет не о конкретном сущности клиенту или клиентскому приложению, а тому клиенту, который будет использовать, собственно говоря, инкапсуляции. Ну и надо понимать, что есть такое понятие, как репозитория, это тоже одна из составляющих вот этого цикла существования объектной модели, который представляет объект определенного типа в виде концептуального множества. Ну, трудно назвать это просто списком, но, наверное, это такой более сложный список, который, собственно говоря, может уметь, в смысле умеет добавлять и удалять объекты соответствующего типа, то есть скрывать механизмы хранилища, автоматически перемещать их в базу и удалять их из нее. То есть репозитория – это где-то вот работа с базой данных, нужно тоже об этом понимать. Ну, я понимаю, что наверняка сказанное мной не совсем понятно, честно говоря, я тоже много раз перечитывал, в том числе и эти определения, и если говорить более кратким языком, наверное, такой с точки зрения summary, то есть подытожить то, что сейчас было сказано в определениях, давайте вот так. Моделирование агрегатов наряду с добавлением в программу фабрик и хранилищ дает нам возможность манипулировать объектами систематически в естественных смысловых границах напряжения всего цикла их существования. Агрегаты обозначают область действия, в пределах которой на каждом этапе цикла должны удовлетворяться определенные варианты. Фабрики и хранилища оперируют агрегатами, инкапсулируя сложности, специфических переходов этих этапов. Блин, долго читал, Господи, вы это все сами прочитаете, пожалуйста. В общем, смотрите, если простыми словами, есть такое понятие как агрегат, который мы чуть-чуть позже посмотрим, что это такое, и есть такое понятие как фабрик. Фабрики это то, что позволяет более простым способом создать инстансы, грубо говоря, вот этих самых агрегатов, которые скрывают, фабрики за собой скрывают вот эту вот сложность. То есть, чтобы создать агрегат, нужно сходить в фабрику, получить этот агрегат, а хранилища позволяют сохранять и, собственно говоря, исчитывать из базы данных вот эти вот самые объекты. Ну, я имею в виду агрегаты, хотя не только. Это вот я попытался кратко, да. Теперь давайте пойдем постепенно, про каждую, по чуть-чуть, уже более глубже. Итак, агрегаты. При внесении изменений в объекты модели, обладающие сложной системой, трудно гарантировать согласованность этих изменений. О чем речь? Если вы манипулируете простыми сущностями, например, пёсом, сохранили, прочитали, застали, изменили, какие тут агрегаты? Никаких. А, собственно говоря, необходимо соблюдать инварианты, это когда вы одни и те же манипуляции, систематически выполняемые в вашем приложении, делаете одинаково с точки зрения всех процессов. То есть, если вы сохраняете какую-то сущность, вы сохраняете ее именно так, как она сохранялась в другом месте, при других условиях, в других бизнес-процессах, если вы читаете, то, соответственно, читаете ее по такому же принципу. Ну, надо еще также сказать, что для того, чтобы сохранять сложные сущности, ну, то есть, так сказать, комплексные, да, типа, когда вложены какие-то классы или целые там графы вы сохраняете, такое тоже может быть. Вот, если вы начнете ограничивать вот эти вот блокировки, то есть, не давать сохранять другом месте, то, собственно говоря, программа может вообще перестать работать, потому что в какой-то момент вы не сможете сохранить какой-то объект, какую-то базу данных, потому что его нужно будет сохранять через другую или внутри другого объекта. Вот, это нужно просто понимать. Все-таки, наверное, проще говорить об агрегатах на примере определенных, то есть, объектов, да, которые, собственно говоря, легко понять, в частности, мы будем говорить про систему заказов. Например, есть у вас какой-то заказ, сущность Ордер, и она состоит из айтемов, то есть, внутри Ордер есть куча айтемов, которые, как коллекция, могут храниться, и связь у них один, соответственно, ко многим. Это, мне кажется, понятно. Ну, а теперь представим, что Ордер должен быть с кем-то подписан, ну, например, заказчиком товара, допустим, и получателем, то есть, как это, производителем товара, и получателем товара, и есть какая-то сущность, которая называется сигначей, ну, то есть, там, подписи обоих, собственно говоря, участников в этом документе, и она может относиться к заказу, как один к одному. Я специально не рисую связи, то есть, как они, как многие ко многим один к одному, чтобы можно было просто отследить сами зависимости. Ну, и, друзья, рад вам сказать, что, в общем-то, это и есть агрегат. Более того, мы знаем, что у нас главная есть сущность, называется Ордер, и это является рутом, то есть, в головной части, то есть, в начальной части агрегата, то есть, это его голова. Надо понимать, что агрегат рут может быть только один в агрегате. Поехали дальше. Допустим, у нас есть сущность менеджер, который имеет несколько адресов там, где он работает, да, то есть, это может быть адрес включать и город, или, допустим, улицу, или квартал, или даже страну, в конце концов, ну, вот какой-то адрес, такая абстрактная штука. И у этого менеджера, может быть, множество адресов, с которым он работает. Собственно говоря, рад вам представить второй агрегат и его рут. Дальше больше. Кастомер, адрес, и тут, смотрите, у нас есть тоже есть кастомер, у которого есть адреса, но это, допустим, адреса доставки, да. Сущность адрес менеджера и сущность адрес, допустим, у кастомера, ну, теоретически, могут быть одной и той же сущностью, в одной и той же таблице, но уже связи абсолютно разные, и таким образом получается, что у нас на данный момент нарисовалось три. Три агрегата, которые, собственно говоря, можем дальше развивать. Таким образом, давайте попробуем таким. Допустим, у нас появился департмент, и, собственно, связь, соответственно, к менеджеру, как будто бы менеджер у нас может представлять какой-то отдел, где он может быть отдел разработок, отдел сопровождения, или отдел там еще какой-то, и тут можно говорить о том, является ли департмент рут для департмента. Но если в концепции, допустим, только департмента рут, этого быть не может. Называется пустой агрегат, и, соответственно, вот этот вот агрегат не является валидным, естественно, это не агрегат. Но давайте тогда поговорим про категории. Допустим, у нас разделы кастомеров как-то подразделяются в категории. Ну там, я не знаю, хорошие кастомеры, плохие кастомеры, неважно. И нужно понимать, что сущности, которые не привязаны к агрегату, всегда должны ссылаться на агрегат. Это одно из правил. Но тут состоит вопрос в том, можно ли вот этот вот департмент, менеджер и адрес, например, который в центральной части экрана, объединить в один агрегат. Я думаю, что нет, потому что ключевой момент, о котором мы говорили, когда определяли такое понятие, как агрегаты, это последняя буквально строчка с точки зрения изменения данных. Если вы будете и департмент, и менеджер, и адрес изменять, то есть получать, например, из базы данных для изменения одномоментно, то это можно сделать агрегатом. То есть агрегат root тогда можно перенести в департмент. Если вы будете получать менеджера и отдельно редактировать департмент, то с точки зрения изменения данных, это два разных агрегата. Вернее, менеджер плюс адрес – это один агрегат с root. Ну, с root плохо звучит, наверное. С головной точкой в менеджере. А департмент – это другая сущность, которая не является агрегатом, и это нужно четко понимать. Еще раз, с точки зрения изменения данных. Опять же, у вас может быть бизнес-логика построена таким образом, что вам придется загружать и департмент, и менеджер, и адрес. Ну, в смысле придется. Например, вы используете entity framework, и вам нужно include и повключать департмента, чтобы все изменить. Тогда это будет агрегат с корнем в департменте. Если вы напрягали их сначала департментов, а потом менеджеров создали отдельно и редактируете менеджеров без привязки к департменту, то здесь агрегат root уже, собственно, должен быть у менеджера. Это нужно четко понимать, и, собственно, от того, как вы реализуете вот эту штуку, будет зависеть работа вашего приложения, и переделать это будет очень сложно, я вас уверяю. Ну, и, собственно, еще важная часть – агрегаты. То есть, ссылаются не на вложенные сущности, то есть, независимые, а только на корень, соответственно, агрегата. То есть, агрегаты ссылаются на агрегаты. Связь может быть как в ту, так и в обратную сторону, в зависимости от того, какие вы будете строить планы, как у вас будет работать бизнес-модель, но главное, чтобы у вас менеджер агрегейшн-рут ссылался на агрегейшн-рут. Дальше. Поговорим немножко про фабрики. На самом деле, надо сказать честно, что фабрики… Давайте вот для начала, да. Если создание объекта или целевого агрегата представляет большую сложность, которая выставляет наружу слишком много внутренней инфраструктуры или каких-то данных, то нужно инкапсулировать, и это как раз обеспечивают фабрики. Например, у вас есть тот самый, допустим, ордер, у него есть ордер-айтем и еще есть сигниша. То есть, когда вы начинаете создавать экземпляр вот этого объекта, который потом наполните, потом который заполнен и положите в базу данных, вот это уже будет достаточно сложно, и много инфраструктуры придется вытащить наружу, так сказать, отдать на утку разработчика, который будет, да, где-то как-то что-то там данные или не все подаст, или не все заполнит. Так вот, для этого нужны фабрики, чтобы можно было сложные объекты внутренними структурами собрать в конкретный экземпляр класса, который отдать уже там для работы, ну, в том числе разработчику, клиенту, да, такое абстрактное понятие клиенту. Вот фабрики именно для этого. Ну, надо сказать, что использование фабрики, ну, есть определенные правила, да, когда нужно использовать фабрики. Первое, это когда создание объекта или агрегата, в частности, является сложным процессом. Требует множество данных или множество подзапросов, или еще что-то такое, когда нужно более сложные объекты, там что-то заинжектить, в конце концов, куда-то как-то и собирать какой-то объект. Ну, кстати, об этом тоже чуть позже. Также фабрики требуется, когда нужно просто спрятать внутренние механизмы инициализации, ну, чтобы не выдавать секреты, там какие-то или еще что-то. Ну, я, конечно, утрирую, но тем не менее, сложность может этим всем обуславливаться, что просто спрятал и живешь спокойно. Ну, или когда потребуется создать агрегат как единое целое, то есть вы передаете, понятно, орды, орды, айтем, и они будут вложены как граф, в общем-то, один с другой, ну, это будет все равно один объект, и вот его нужно создать, для этого нужны фабрики. Более того, можно использовать комбинации перечисленных выше, и в том числе даже все вместе взятые условия, когда нужно создавать этот самый фабрик. Ну, и надо сказать, опять же, что фабрики, они бывают разные, да, можно использовать абстрактную фабрику, можно использовать фабричный метод, и даже можно использовать так называемый построитель, ну, то есть билдер, да, паттерн. В общем, все это так или иначе призвано за собой скрыть, или там спрятать, или упростить процесс создания, и вот этим вот нужно, собственно говоря, пользоваться. Опять же, надо сказать, что фабрика должна нести единственную известность в создании объектов. Ничего другого, в ней, собственно говоря, быть не должно, она даже может, собственно, не выполнять никаких других функций в модели, ну, то есть в предметной области. И дальше будем говорить про то, как работает фабрика на примере. Допустим, у нас есть такой бизнес-процесс, создание заказа, о котором мы начали говорить. Клиент – это, опять же, не клиент, да, типа сущность, а кто-то хочет получить объект вот какого-то класса, который называется ордер. Этот клиент, который будет использовать фабрику, собирает все параметры в куче и создает, отправляет это все в фабрику, которая, используя то, что передал клиент, и используя создание заказа, опять же, внутренними правилами, в соответствии с внутренними правилами, которые этот заказ должен создаться. Ну, например, установить там дату начала заказа, максимальный там, дью дайт, да, то есть когда заказ там протухнет, или там нужно будет напомнить клиенту, или подгрузить какие-то айтемы со склада, или еще такое. То есть клиент говорит фабрике, дай мне заказ, я вот такой в там фамилии, имя, отчество, в конце концов, там тип заказа и все такое, с привязкой там, допустим, каких-нибудь там департментов, например. Фабрика идет, получает заказ, создают заказ, вернее, получая все необходимые внутренние механизмы, правила, которые формируют этот, собственно, заказ и отдает его, в общем-то, клиенту, то есть вот примерно таким вот образом эта штука работает. Ну и несколько ключевых моментов, которые нужно принимать во внимание, когда вы проектируете фабрику. Первое, фабрику можно проектировать по-разному, используя паттерны, описанные мне выше, или не используя их. Фабрика очень честно связана со своими изделиями, то есть в том смысле, что если у вас фабрика находится на одном уровне, а изделия на другом уровне, это не есть хорошо, пересмотрите свою архитектуру. Кстати, конструктор класса тоже своего рода фабрика, но тут нужно избегать вызова конструкторов, конструкторов других классов. Это очень плохо, это жесткая связанность, и это не дает плюсов, хотя некоторые фабрики можно построить и по такому принципу. Далее, фабрики могут усложнить работу с простыми объектами, то есть не надо делать фабрики ради фабрик, если у вас простой объект, сделайте конструктор. Конструктор тоже можно сделать прикольные штуки, когда у вас при помощи конструктора могут создаваться достаточно, в том числе, сложные объекты. Но если вы создать его не можете, требуются каких-то зависимостей, или еще какие-то штуки, то, понятное дело, без фабрики не обойтись. Фабрики обычно используют для сборки агрегатов, то есть фабрики для простых сущностей. Ну, можно, но лучше не нужно. Фабрика должна быть единой и неделимой, то есть если вы создаете при помощи фабрики какой-то объект, какой-то агрегат, то все параметры для его создания должны передаваться за один раз. Нельзя делать так, чтобы у вас было 50 методов, и чтобы собрать один агрегат, нужно было по всем 50 проскочить какому-то количеству данных. Ну, и еще надо сказать, что фабрика связана должна быть со своими аргументами. Остерегайтесь притащить в аргументах паутину зависимости. То есть самые безопасные параметры это те, что поступают из нижних уровней архитектуры. Возможно, это немножко непонятно, но тем не менее это так. В качестве аргументов желательно использовать абстрактные типы, а не конкретные классы. Это как раз о том, что связи, в общем, как это, слабосвязанность и все такое. То есть абстрактные типы, интерфейсы, или может быть даже какие-то... Ну, в общем, абстрактные, они и в Африке абстрактные. Ну, и смотрите, еще один очень важный момент. Я говорил, что фабрики вообще нужны для того, чтобы собирать агрегаты, но это не только. Фабрикам можно собирать и сложные сущности, или ValueObject. И фабрики для того или другого, то есть для ValueObject, они отличаются. Фабрика для ValueObjectа должна создавать готовый продукт, который неизменяемый. То есть если вы ValueObject создали, помните, что это Valuable, то есть неизменяемый, грубо говоря, тип. И если вы используете фабрику для создания ValueObject, вы должны вернуть на выходе неизменяемый век. То есть после того, как он уже, него нельзя куда-то там дальше прокидывать, менять и все такое. Ну, я имею в виду фабричными способами. Если говорить про Entity, то если вы фабрику используете для создания сущности, то есть Entity, то после выхода из фабрики этот самый Entity можно дополнить, изменить, в общем-то, в конце концов, закинуть в другую фабрику. Ну, в общем, нужно понимать, что они должны быть разными. То есть для ValueObject и для Entity фабрики отличаются. Ну, и если уж говорить про фабрики, нужно еще сказать и про хранилища. На самом деле, если фабрика создает объекты, то есть она, кстати, иногда восстанавливает, но ладно, будем говорить, что фабрика создает объекты в памяти, то для сдачи на хранение и получения их обратно, это уже другой тип преобразования, и это преобразование зоны ответственности для хранилища. То есть хранилища, они как бы update и delete, может быть, read немножко, а вот created как раз фабрика. Если говорить про хранилища, то я хочу причислить некоторое количество фактов, которые должны сложить у вас картинку. Итак, первое. Имеется множество приемов для решения технических проблем доступа к базам данных. Множество, опять же. То есть не только репозиторий. Шаблон хранилища репозиторий – это концептально несложная архитектура, позволяющая инкапсулировать технические решения, сконцентрировать внимание на прикладной модели. То есть, грубо говоря, сделали репозиторий, и вам, собственно говоря, фиолетово, как он складывается в базу, и как он из нее читается. Причем даже фиолетово на базу. Это могут быть разные базы, то есть такой уровень абстракции. Также хранилище работает аналогично коллекции. Ну, с тем только развитым механизмом запросов, который позволяет добавлять, удалять объекты соответствующего типа. Скрытые механизмы хранилища будут автоматически померещать их в базу данных и удалять из нее. Следующий факт. Хранилище представляет клиентам простую модель для получения существующих объектов и управления их жизненным циклом. То есть это, опять же, в сторону упрощения. Хранилище убирает из операционной части приложения модели предмета области необходимость в технической поддержке целостности объектов. Ну, разных вариантах технологии СУБД. То есть база данных, как я уже говорил, для Do My Dreaming Design, база данных вообще не важна. Так же, как, собственно говоря, и UI. То есть DDD – это вот что-то такое из области бизнес-процессов, которые можно положить в любую базу и посмотреть на любом интерфейсе. Хранилище выражает в себе проектные решения по способу доступа к объектам, ну, в частности, в базе данных, там, в файле. Поехали дальше. Хранилище позволяет легко заменить себя заглушками для его тестирования. Ну, это, мне кажется, само собой разумеющееся, вытекающее из того, что такое хранилище. Теперь некоторые ключевые моменты, которые, собственно говоря, должны у Вас быть в голове при создании хранилища. Итак, хранилище должно содержать методы, с помощью которых клиенты могут запрашивать объекты, но соответствующие некоторым критериям. То есть, есть паттерн випозитория, есть обыкновенный крут, но если Вы делаете конкретное хранилище для конкретной сущности, то редко Вам нужно будет получить список, допустим, всех ордеров. Вам уже нужно будет получить ордер на дату или за какой-то период. Вот соответствующие некоторым критериям это хорошее понимание того, для чего нужны хранилища. Кстати, паттерн-спецификация, ну, как ничто другое, хорошо помогает решить вот эти вот, собственно говоря, задачи. Ну и дальше, запросы могут быть разными. Там начинают получение по идентификатору и заканчивая там расчеты каких-то агрегирующих значений внутри, в пределах обслуженной сущности. Реализация хранилища могут быть разными, но придерживаться должны следующих правил. И эти правила я сейчас озвучу. Хранилище как бы содержит в себе экземпляры определенного типа, но это не значит, что для каждого класса надо иметь свое хранилище. Абстрагируйте тип. Еще раз, у Вас 50 сущностей, которые Вы храните в базе данных, это не значит, что у Вас должно быть 50 репозиторий. Реализация хранилища предоставляет значительно больше преимуществ, в отличие от того, когда происходит вызов напрямую, ну, например, в базу данных. Какие преимущества? Можно использовать механизмы кэширования, можно использовать механизмы подмены реальных данных для юнит-тестирования. В общем, используйте хранилище, это в первую очередь абстракция в базе данных. Ну, а также хочется сказать, что хранилище не должно контролировать транзакции. Это большая ошибка. Этим должен заниматься клиент. Ну, в частности, опять речь идет о том, клиенте, который будет использовать Ваше хранилище, это не UI, это то, что непосредственно будет вызывать методы Вашего хранилища. И я рекомендую посмотреть на паттерн юнит-у-ворк. На мой взгляд, это идеальное место для управления транзакцией. И еще один, собственно говоря, принцип. Хранилище обычно располагает на инфраструктурном уровне. Ну, в общем, надо понимать, что если UI – это способ получения данных, потом идет какой-то уровень бизнес-логики, а потом есть хранилище, куда это все складывается, то это где-то внизу. То есть на инфраструктурном уровне это как бы самое место для хранилища. Ну, если говорить про хранилище и фабрику, нужно понимать, что фабрика создает объекты, а хранилище помогает работать с объектом в середине и в конце его жизни. Ну, и есть некоторое расхожее мнение, что когда хранилище получает из базы данных какие-то объекты, она его якобы создает. С точки зрения банальной родицы, так оно и есть. Она его, ну, я бы сказал, материализует, да, или, наверное, правильно слово, восстанавливает. Ну, в общем, создание и восстановление хранимого объекта – это есть не одно и то же. Поэтому хранилище оно не создает, на мой взгляд, и по мнению, например, Эрика Эванса, а хранилище всего лишь восстанавливает, а надо иметь в этом, собственно, разницу. Ну, и что сказать заключение? Ну, смотрите, сколько людей, столько и мнений. Почему я так говорю? Книга была написана достаточно давно, в 2003 году. После этого вышла куча других книг, которые и соглашались с Эриком Эвансом, и опровергали его, и даже дополняли, и в том числе он один из них тех, который дополнил свою книгу. Надо понимать, что со временем все устаревает. Это, конечно, хорошо, с одной стороны, но это, собственно говоря, и плохо. Смотрите, если вы придумаете большую абстракцию, которая не устареет со временем, то и применить ее будет сложно в разных условиях, потому что будут разные условия применения. Если вы напишите какую-то неабстрактную штуку, то выйдет другой фреймворк, выйдут другие компьютеры, появятся другие мнения, и ваша, в общем-то, реализация, она будет уже сильно-сильно устаревшей, если не вообще будет вредить. Поэтому все хорошо в меру. Я с этой частью прям всегда согласен. Ну и надо понимать, что если у вас работает приложение и без Domain Driven Design, то лучше пусть оно так и работает. Потому что Domain Driven Design это задел на будущее, текущее существующее приложение переработать или там развернуть в сторону DDD, может привести к тому, что оно вообще у вас перестанет работать, и из этого вот, собственно говоря, нужно исходить. Вам, друзья, большое спасибо за внимание, пишите правильный код, и увидимся на канале. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...